Ну а накануне в музее-заповеднике Пустозерск открыли и осветили приведенный в порядок памятный знак на предполагаемом месте сожжения протопопа Аввакума. В рамках волонтерского проекта «Аввакумовый пенышки» было заменено основание памятника, сам знак был очищен от лишайника и пропитан специальным составом. Работы были проведены благодаря победе музея-заповедника в конкурсе социальных и культурных проектов «Пао Лукоэл». Подробности в материале Александры Литковой. Памятник на предполагаемом месте сожжения мучеников протопопа Аввакума и его сподвижников был установлен в сентябре 1989 года и представляет из себя сруб, из центра которого выходят два параллельных столба, символизирующие старообрядческое двуперстное крестное знамение. Венчает памятник двухскатная крыша. В верхней части между столбами колокол. В этом году памятнику исполнилось 30 лет. Он уже все равно пришел, так скажем, уже так поизносился, уже кое-какие конструкции подгнили. И вот мы решили его обновить. Дело в том, что на будущий год мы отмечаем 400 лет со дня рождения протопопа Аввакума. Вот этой знаменательной дате мы хотели, конечно, памятник прибрать. И в рамках этого проекта мы заменили сруб полностью, изготовили новую табличку. Ну и вот, как сказать, верхнюю часть памятника очистили от лишайника, все пропитали, все почистили. И вот он теперь в таком обновленном виде. Все работы были проведены за счет гранта Паулу Койл, который выиграл музей-заповедник Пустозерск. После обновления памятный знак был освещен настоятелем поморской старообрядческой общины. Стоит отметить, музей-заповедник Пустозерск становится победителем социальных и культурных проектов Паулу Койл уже не в первый раз. Их проекты привлекают. Почему они становятся победителями? Наверное, потому что проекты их, они все-таки полезны с точки зрения исторической, культурной. Интересны эти проекты, мне кажется, для всего региона, поэтому их поддерживает Департамент образования, культуры и спорта. Кроме того, в рамках проекта скульптор Николай Вылка попытается использовать части бывшего сруба памятника для создания арт-скамеек. На маршруте Большая Пустозерская тропа. Результат все желающие смогут увидеть 14 сентября. Также будет продолжена и сетевая часть проекта. Это рассказы о легендах, которые появились в связи с пребыванием идеолога старообрядчества в Пустозерске. Александра Литкова, Леонид Шишелов, Телеканал Север.